Потому что вот здесь находится море... Как-то мама забыла мураш, что это муравьи. Молодец, Марк, подсказывай маме, потому что мама не шарит. Всем привет, меня зовут Лилия Войко, и сегодня у меня эксклюзивное видео с Марком. Вот у него тоже на футболка Марк. Это будет первая распаковка на моем канале детская. И сегодня у нас обзор муравьиной фермы. Это можно закрыть, открыть, а это открыть. Это деревья, открыть, а там, где нет, закрыть. А там, где есть, открыть. Сейчас мы больше расскажем о самой ферме. Марк вообще давно просил завести какое-то домашнее животное, там, котика или собачку. Но мы подумали, что проще начать с рыбок, а потом узнали о муравьиной ферме. И это, мне кажется, идеально для того, чтобы приучить ребенка к ответственности, к уходу за домашними животными. Марк, я думаю, надо будет начать. И сейчас я расскажу, что здесь есть. А потом мы непосредственно проведем заселение, увлажнение и покажем, как они уже разбредутся по ферме. Кстати, муравьи сейчас у нас в проверке. Они здесь могут жить около месяца. И живут они вообще в такой ферме несколько лет, а их цикл жизни 18-20 лет целых. То есть, ну, это реально хобби на длительный период. Можно не бояться, многие не хотят заводить муравьев дома, потому что боятся, что они могут вылезти и раскладиться по всей квартире. Но на самом деле, покинуть фармикалии могут только муравьи-разведчики. Потому что вот здесь сейчас это муравьи-жнецы. И у них очень развит полиморфизм. Это значит, что здесь представлены особи разных фармикалей. Мама! Тата тут бачил волочезного, такого желтого волочезного муравья. Так. Они у нас просто живут уже около недели в проверке, поэтому сложно сказать. Но говорили, что около месяца можно здесь их держать до распаковки. Так вот, здесь действительно есть один большой муравей. Это королева, которая откладывает яйца, я так понимаю. И есть муравьи-работники, муравьи-разведчики и так далее. А, и еще вот здесь вот сверху можно намазать вот таким антипобедом. Это порошок, который препятствует тому, чтобы муравьи покидали фармикарий. Так что можно не бояться, что они расплодятся. Тем более, могут выйти только разведчики, а они не способны к размножению. И если они не вернутся назад в кейде, то они просто погибнут. Итак, что входит в набор? Это инструкция, пипеточка для увлажнения, перегородки, чтобы отгораживать какие-то комнаты на ферме. С вами муравьи 10-15 штук и королева. Пинцет и декоративный песок разноцветный. Камушки, дерево, кормушка. Антипобед, порошок, которым можно смазать вверх. Он будет препятствовать тому, чтобы муравьи покидали ферму. Ну и, собственно, корм. Мне кажется, его хватит здесь очень-очень надолго. Теперь, прежде чем мы выпустим сюда муравьев, нужно увлажнить ферму. Для этого используется дистиллированная или детская вода, малятка. Я взяла порошок антипобед и смазываю несколько миллиметров по верхней стороне, по верхнему краю этой арены муравьиной. И саму крышку тоже смажем изнутри. Так, теперь нам нужно увлажнить. Устанавливаю арену. Кстати, сюда нужно будет класть еду. И сюда же муравьи будут выносить мусор. Нужно его тоже убирать в ленопрении. А, кстати, в этой вот муравьиной ферме, такой маленькой, может поместиться до 1500 особей. Представляете? Заходи, Марк, дай у вас. Я-ка, запускаем муравьи. Угу, седай. Ура, я хочу дойти. Я-ка, запускаю. Ну, так, сначала нам нужно увлажнить. На, Марк, хочешь, вот, искать вот эту пи-пайточку сюда. Почему? Сюда и воду сюда выпускаем. Нажимаем. Вот так. И эта ферма на гипсовой подложке. Таким образом сохраняется влажность. С одной стороны. Хотя у нас два вот таких отверстия, куда можно увлажнять. Ну и все. Выпускаем ватку и опускаем их, чтобы они сюда перешли. Процесс может занять от минут до нескольких дней. Потому что у них стресс, чтобы они все забрали свои там личинки разные и перенесли в отверстие. Так, 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 так. Не рукай, Марк. Не бояться. Тебе не так срублила прохит. Мам, тут перекрыто. Дай, дай прохит. Нет, там открытый прохит. Дивись, вот тут. Хочешь? Можно. Давай. В общем, оказалось, переселение не такой быстрый процесс. Оно может занять от часа до нескольких дней аж. Поэтому мы, наверное, оставим ферму, чтобы муравьи спокойно... Нет, вы, я провисла Антешу! Чтобы муравьи спокойно переселились. А потом уже украсим ее разным декором и покажем вам ферму в конечном виде уже готовом. Итак, вот прошло несколько дней. Муравьи, муравьи у нас все еще переселяются. Я уже решила снять, чтобы выпустить это видео. Но наши какие-то медленные в этом плане. Но в любом случае, рано или поздно они сюда переедут все-таки. Мы уже положили декора немножко. И ждем. Я надеюсь, вам это видео было интересным, полезным. Как по мне, это очень необычный, интересный подарок для детей. Не просто поиграть и забыть, выбросить. А действительно, который воспитает какие-то обязательства, ответственность и так далее. По уходу за животное. И любовь к животным. И потом можно будет наблюдать, как муравьи разных профессий работают. Разделение обязанностей. Муравьи, кстати, вместе с пчелами это самое умное насекомое. Так, я его привил. Ну и все. До встречи в следующих видео. Все свои вопросы можете и комменты оставить под видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И пока-пока. Скажи папа. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok